Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. В ближайший час провести вместе с нами. Кослистское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных папахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. И от моря до моря людям счастье дарят. Дружбы алые зори над хлебками горят. Дружбы алые зори над хлебками горят. На вечную дружбу хорошие люди чадистую верную клятву дают. Будут вдохновенным геройкой будят. Народ прославляет отчизму свою. И от края до края людям счастье дарят. Дружбы алые зори над хлебками горят. Встают над Кавказом лучистые зори, И жизнь расцветает, как солнечный май. И песню о дружбе от моря до моря Поет наш орлинный ликующий край. И от края до края людям счастье дарят. Дружбы алые зори над хлебками горят. Дружбы алые зори над хлебками горят. Радиожурнал «Зори Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании В Северокавказском федеральном округе. Вести Северный Кавказ. С запада на восток. В эфире Ставрополь. Микрофон Кирилл Лушников. Здравствуйте. На Ставрополье агентство стратегических инициатив запускает программу для детей-сирот «Профессия в руки». Она подразумевает подготовку детей-сирот на уровне овладения разными специальностями уже в старших классах. Форматов несколько. Обучающие курсы, стажировки на предприятиях малого и среднего бизнеса, онлайн-обучение. Программа позволит молодым людям лучше узнать о себя, разобраться в предпочтениях, определить ключевые направления для своего профессионального развития. Важным элементом программы будет развитие навыков предпринимательской деятельности, чтобы при желании ребята смогли капитализировать свое мастерство. Новый взгляд. В Пятигорске проходит фестиваль короткометражного кино. На протяжении пяти дней показы авторских работ молодых кинематографистов из России и других стран. В программе множество обучающих мастер-классов от гуру российской киноиндустрии. Круглые столы, диалоговые площадки. Участники получат возможность обсудить увиденные киноленты с их авторами, режиссерами, актерами, продюсерами в формате открытого диалога и пресс-конференции. На форуме несколько площадок, на одной из них открылась одноименная выставка, главной задачей которой стала показать новый взгляд на известных литераторов прошлого и настоящего. Связь популярных и массовых искусств, фотографий и кинематографа сумел передать один из самых блистательных представителей авангардизма в поэзии Владимир Маяковский. Его дебют в кино состоялся в 1914 году в короткометражке «Драма» в «Кабаре футуристов. Номер 13». Поэт исполнил роль то ли демона, то ли самой смерти. Он появился лишь в конце фильма «В плаще и шляпе», после того, как убитую Наталью Гончарову бросали в снег. Лента пользовалась таким успехом, что несколько раз повторно выходила в прокат. Но посмотреть на демонического Маяковского сегодня не удастся. Фильм утерен, а драма в «Кабаре» лишь одна фотография. Она и представлена на выставке. Настоящим успехом для Маяковского стала драма «Барышня и хулиган». Сценарий, написанный совместно с Евгением Славинским, был создан по рассказу учительницы рабочих, итальянца Эдмондо де Амичуса. «Барышня и хулиган» — единственная лента Маяковского, дошедшая до современных зрителей. В фильме восстановлен даже эпизод с исповеди умирающего хулигана, вырезанный в 20-е годы прошлого века. Ее также можно посмотреть на выставке. Библиотерапевтические процедуры на Ставрополе — это часть социально-культурного проекта «Родом из детства». Краевая литературная прививка, направленного на продвижение значимости книги и формирование иммунитета от нечтения. Так, сотрудники Краевой детской библиотеки имени Якимцева навестили маленьких пациентов отделения детской онкологии и гематологии Ставропольской Краевой детской клинической больницы. Провели так называемую «сказкотерапию». Один из самых доступных и эффективных методов корректирования поведения и сознания ребенка. Это терапевтические сказки — истории, рассказывающие о проблемах и переживаниях, с которыми сталкивается ребенок. Благодаря «сказкотерапии» у ребенка формируется творческое отношение к жизни. Она развивает скрытые способности к решению жизненных задач. Появляется уверенность в своих силах. Развивается самооценка и самоконтроль. Краевая литературная прививка проходит под хэштегом «Я прививок не боюсь». Фото и видео можно посмотреть в соцсетях. В Москве заместитель председателя правительства России Виталий Мутко провел первое заседание Оргкомитета по подготовке к празднованию столетия образования Карачаева-Черкесии в 2022 году. По его словам, при подготовке к юбилею важно, чтобы люди чувствовали заботу, видели, как улучшается городская среда, качество жизни в сельских населенных пунктах. Мутко поручил руководителям федеральных министерств совместно с республикой, обсудить и по возможности решить актуальные для региона проблемы в самых разных сферах. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов встретился с участниками Северокавказского молодежного форума «Машук-2018». По традиции, встреча проходила в формате «Вопрос-ответ». В адрес руководителя региона прозвучали различные вопросы, касающиеся развития Карачаева-Черкесии, молодежной политики, реализации проектов участников форума и т.д. В Карачаево-Черкесии по программе обеспечения жильем ветеранов субсидию на приобретение жилья получили 28 вдов погибших ветеранов Великой Отечественной войны. Из бюджета на реализацию данной меры поддержки с 2017 года было направлено более 30 млн. рублей. Претендовать на обеспечение жильем могут нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны Великой Отечественной войны, а также вдовы погибших инвалидов и участников войны. Напомню, что в Карачаево-Черкесии все ветераны уже обеспечены жильем. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Сегодня в Цхенвале пройдет 10-й юбилейный съезд Высшего Совета Осетин Штернахаш. Его участники призовут Организацию Объединенных Наций признать геноцид остинского народа в 20-х годах прошлого столетия. Об этом СМИ сообщил первый заместитель председателя общественной организации Штернахаш Южной Осетии Сергей Кочиев. Главной темой предстоящего масштабного мероприятия станет единение остинского народа. Планируется также принять обращение к народам Кавказа о проведении единого Кавказского форума под девизом «Кавказ наш общий дом». Кроме того, в числе вопросов, запланированных к обсуждению, проблему молодежной политики. В постановлении будет обозначена необходимость создания единой молодежной организации с севера и юга Осетии с единым уставом и единой программой. Специалисты из Молдавии будут выращивать в Осетии ореховые сады. Первый урожай планируют собрать уже в 2023 году. Исследования ученых показывают, что только 8% суши на земном шаре подходит для выращивания такого привередливого растения, а климат Осетии как раз подходящий. Особенно подходит для выращивания ореха правобережный район республики. Уже в этом году там планируют высадить до 200 гектаров грецкого ореха. По словам специалистов, из Молдавии деревья нуждаются в постоянном уходе и внимании. При этом от орехового сада большая выгода. Прочный ствол подходит для деревопереработки. Скорлупа обладает целой массой полезных свойств, а из ядра готовят ореховое масло, которое впоследствии можно поставлять на экспорт. Однако рассчитывать на это можно будет примерно после второго или третьего урожая при наличии спецтехники. Региональный ресурсный центр по работе с одаренными детьми будет создан в Осетии. Постановление об этом утвердил Кабинет министров республики. Центр будет заниматься выявлением, поддержкой и сопровождением одаренных детей. При этом образовательная деятельность будет вестись по дополнительным общеобразовательным программам. По словам председателя правительства республики Таймураза Тускаева, вновь создаваемому учреждению отводится важная роль, а для работы на конкурсной основе будут отобраны лучшие педагоги, обладающие соответствующими компетенциями и желанием работать с одаренными детьми. В санаторий Томиск приехали звезды спорта – олимпийский чемпион Хасан Бароев и многократная чемпионка мира Ирина Макеева, чтобы провести зарядку с отдыхающими детьми. Они поделились с ребятами секретами высоких достижений, вместе тренировали выносливость и выдержку. Всероссийскую акцию ГТО со звездой организовали активисты Общероссийского народного фронта. Они уверены, когда дети вернутся домой, многие из них обязательно запишутся в спортивные секции. Занятия спортом объединяют. Активисты ОНФ планируют проводить подобные мероприятия намного чаще и масштабнее. Уже есть планы на следующий год. Зарина Бугаева и Руслана Собиева стали победительницами престижной музыкальной премии «Серебряный кувшин-2018». В этом году вручение премии проходило в Дагестане. В городе Каспийске собрались популярные артисты, спортсмены и общественники из всех Кавказских республик. Девичий дуэт победил в номинации «Лучший артист республики Северной Осетии Алания». Впервые премия вручалась в 2015 году. С тех пор традиция чествовать лучших музыкантов Кавказа стала традиционной. Премия проводится при поддержке Государственной Думы и правительства Республики Дагестан. Это федеральный, поистине народный проект, призванный укрепить дружественные связи между многочисленными народами России. Виктория Бесолова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Премьер-министр Республики Ингушетия Руслан Гагиев провел совещание на тему реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Ингушетия. Основным докладчиком выступил министр труда, занятости и социальной защиты населения Республики Ингушетия Зелимхан Котиков. Он отметил, что в целях решения задач по снижению уровня безработицы, сохранению квалифицированного кадрового потенциала организации и предприятий, содействию и занятости работников, находящихся под риском увольнения, реализуются государственные программы Республики Ингушетия. Всего участников программы – 1008 человек. В рамках реализации программы осуществляются следующие мероприятия, опережающие профессиональное обучение 745 работников. Из них в сфере строительства – 181 человек, в сфере туризма – 163 человека. Социально-экономические проекты – 401 человек. Также стимулирование 113 субъектов предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест и стажировка выпускников. Что касается стимулирования субъектов предпринимательской деятельности, то здесь на сегодняшний день прошли конкурсный отбор 72 субъектов в целях создания 144 новых рабочих мест в разных сферах деятельности, таких как торговля, швейное производство, сельское хозяйство, воспитательно-образовательная деятельность, производство строительных материалов, тепличное хозяйство, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщил министр. Заслушав доклад, премьер выразил свою точку зрения относительно создания рабочих мест для жителей региона. По его словам, программа является отличной возможностью для совершенствования кадрового потенциала республики. В Корабулаке в ближайшее время планируется начать строительство школы на 720 мест и детского сада на 220 мест. Данные объекты для жителей района новостроек предполагается построить в рамках реализации национальных проектов. Проектно-изыскательские работы уже завершены. На текущий момент проводится экспертиза проектно-сметной документации. На территории муниципального образования второй год успешно реализуется программа формирования комфортной городской среды. В рамках данного проекта в Корабулаке в прошлом году благоустроили 4 общественных и 8 дворовых территорий. Первый турнир по уличным боям «Стрейт Фитч» впервые в Ингушетии пройдет 26 августа на территории стадиона школы-лицея города Назрань. Это мероприятие абсолютно нового для нашего региона формата. В схватке примут участие два бойца из Кабардино-Малкарии и два из Ингушетии, которые составят две пары по смешанным видам единоборств. Рисовые категории значения не имеют. Мероприятие будет организовано Министерством спорта Ингушетии совместно с Федерацией смешанных единоборств Республики Ингушетия и будет носить ознакомительно-показательный характер. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова во всех районах Чеченской Республики провел масштабную благотворительную акцию, приуроченную к одному из самых священных для мусульман дней – Нюарафата. На своей странице в социальной сети глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в рамках акции 30 тысяч малоимущих и нуждающихся семей Республики получили продовольственную помощь. Для этих целей фонд закупил 30 тысяч мешков риса, муки и сахара. Продукты были направлены во все населенные пункты, а всеми с инвалидами и пожилыми людьми помощь доставили волонтеры. Следует отметить, что подобные акции фонд проводит регулярно и охватывают они не только Республику, но и многие регионы России и другие страны, в которых людям нужна помощь. Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту Регионального общественного фонда «Аймани Несеевни» за неустанную заботу, отзывчивое и полное сострадание к нуждающимся сердце. На молодежном форуме «Машук-2018» отметили День Чеченской Республики. Вниманию машуковцев были представлены экспозиция, работа ассоциаций мастеров и ремесленников Чеченетно, включившая изделия из гипсокерамики, дерева, колонные цветы, ковры, изваленной шерсти в технике и станк. Студенты факультета искусств Чеченского государственного педагогического университета и кафедры архитектуры Грозненского государственного нефтяного технического университета имени Миленщикова устроили выставку студенческой живописи. Наряду с промыслом и искусством делегация Чеченской Республики представила достижения в сфере современных технологий. Свои возможности и результаты работы форумчанам показали технопарки ГГНТУ имени Миленщикова и Чеченского государственного университета, а также детский технопарк Ванториум. Инновационные учебные площадки привезли на Машук, 3D-принтер, VR-очки и наработки своих учеников. Отдельные экспозиции были посвящены результатам социально-экономического развития Чеченской Республики, а также продукции региональных компаний. Зрелищности по дворю добавило выступление государственного фольклорного ансамбля песни танца «Нохчо». По традиции, по дворю и Машука к танцам смогли пересоединиться желающие из всех делегаций. Для общения с ребятами в рамках Дня Республики на форум прибыли представители исполнительной власти и педагогического сообщества региона. Всего во второй смене участвуют 93 активиста из Чеченской Республики. За счету прошли 8 проектов некоммерческих организаций. Еще 33 заявки на гранты, поданные физическими лицами. Камила Сайханова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Дагестан Стартовала регистрация на Международный молодежный форум «Каспий-2018», который пройдет с 14 по 17 сентября в Дагестане. «Каспий» – социально-образовательный проект по обмену опытом между представителями молодежных некоммерческих организаций и профессиональных сообществ регионов Российской Федерации и прикаспийских государств. Этот форум проводится на территории Республики в шестой раз и несет в себе добрые традиции единства, сплоченности и совместного развития регионов. В этом году программа форума будет работать по двум направлениям, таким как гражданское общество и цифровая экономика. В городе Саки Республики Крым на 4-м международном литературно-музыкальном фестивале «Интеллигентный сезон», собравшем десятки делегатов и участников из разных стран, Республику Дагестан представил член Союза писателей России, главный редактор еженедельника «Гумбет» Гамзат Изудинов. Председатель Союза писателей Республики Крым Валерий Басыров вручил Гамзату Изудинову грамоту за поддержку и помощь в проведении фестиваля. Воспитанники благотворительного фонда «Надежда» стали участниками экскурсии по пожарно-спасательной части номер 56, расположенной на Карамане 5, которую для них провели сотрудники МЧС по республике. Выставка «Взгляд в будущее» проходит в Зале Союза художников Республики. Здесь представлено 82 работы не только известных художников Дагестана, но и начинающих мастеров. Дагестанские тхеквандисты Магомед Курбанов и Саид Абдулаев стали призерами молодежного первенства России в Татарстане. Бронзовые медали позволяют воспитанникам дагестанской школы тхеквандо рассчитывать на участие в составе молодежной сборной страны на первенстве Европы этой осенью в Польше. Ведернисья Гусенова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Матовников побывал с рабочим визитом в Моздоке. Он провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона и поучаствовал в праздничных мероприятиях, посвященных Дню российского флага. Рассказывает корреспондент ГТРК Алания Фатима Сокаева. Жители Моздока пожимают руку полномочному представителю президента России и угощают его национальным блюдом. В день празднования Дня российского флага Александр Матовников в рамках ознакомительной поездки посетил район. С моздокчанами пообщался и Вячеслав Бетаров. Он поздравил их с праздником. В этот день, 27 лет назад, Верховный Совет официально восстановил исторический флаг российского государства. Под этим флагом многие столетия российское государство одерживало победы по всем направлениям жизнедеятельности, в том числе большие военные победы. И сейчас, находясь под государственным знаменем, мы всегда испытываем большую гордость за нашу страну, за наше Отечество. В сопровождении главы полпред посетил и мемориальный комплекс Казанской часовни, построенный на месте взорванного в августе 2003 года госпиталя. Здесь возложили цветы, почтили память погибших. Следующий пункт – центральная городская поликлиника. В настоящий момент там идет реставрация онкологического отделения. Его обещают открыть в январе 2019 года. Завершился визит полпреда совещанием с руководством республики по вопросам социально-экономического развития Моздока. Александр Матовников отметил крайне неудовлетворительное состояние дорог в районе. В Осетии у нас есть три основные проблемы, которые нужно решать. Даже четыре. Это дорога Владикавказ-Моздок, это объединенная дорога вокруг Владикавказа, это Верхний Ларс, соответственно, и участок трассы федеральной Ростов-Баку. Вот четыре позиции, которые однозначно о них знает президент. Но мы должны добиться того, чтобы они вошли в план и поступательно их решать. Потому что это насущные проблемы, которые связаны с жизнью людей, и мы не можем это пойти. Обсудили и другие проблемы района. Так, практически во всех сельских поселениях необходима замена или реконструкция водопроводных и тепловых сетей. Не завершена газификация в трех населенных пунктах. Полпред дал поручение решить вопрос с переселением жителей Малого Малгабека, которые находятся в оползневой зоне, а также усилить контроль качества питания в учебных заведениях. Надеемся, что 2019 год для Моздока будет, наверное, прорывным с точки зрения движения вперед. Мы должны будем показать людям конкретные итоги нашей деятельности, не словами, а делами. Наладить коммуникацию с Владикавказом, вывести сельскохозяйственную и промышленную отрасли на новый уровень. Эти задачи в приоритете, отметил полпред. Радиожурнал «Зори Кавказа» Общественный фонд социального развития «Генезис» в Ингушетии провел летнюю школу. Представители молодежного актива четырех северокавказских республик, Чечни, Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии вместе определяли круг проблем, важных для молодежи регионов. Подробности в материале корреспондента ГТРК «Ингушетия» Залины Хаутиевой. Региональный проект вместе уже пятый год проводится в четырех республиках Северного Кавказа. В жерстском районе Ингушетии на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Арамхи» в рамках реализации регионального просветительского проекта по противодействию экстремизму и насилию прошла летняя школа волонтеров. По 15 человек приехали с каждого региона. Всего участников было 60 человек. То есть вот эти три дня у нас здесь в ЛОК «Арамхи» проходит летняя школа. Для самых активных участников, молодых участников проекта, которые с помощью приглашенных специалистов получают навыки командообразования, навыки лидерства с последующим применением их у себя дома, в своих сообществах, в своих регионах, с тем, чтобы распространять идеи проекта, ну и, конечно, повышать свою личностную эффективность. В основном у нас акцент делается на двух точках – команда и конфликт. То есть поскольку работа часто осуществляется в команде, не всегда люди умеют слушать друг друга, а также выходить из конфликта, который даже между ними случается, между теми, которые тесно сотрудничают. Поэтому мы акцент сделали на это. Так как я не новичок в данном проекте, все, что здесь происходило, не ново для меня, но все-таки я могу сказать, что какой-то опыт я получила. И так как я являюсь тренером в Чеченской Республике, то есть тот опыт, который мы здесь приобретаем, мы переносим для своих участников, то есть распространяем все это дома. Основной задачей было вовлечь в проект как можно больше активности северокавказской молодежи, потому что организаторы хотели, чтобы информацию о проблеме и радикализации молодежи, о способах противостоять этому пагубному явлению, ребята распространяли по принципу «равный равному». Мы участников, своих волонтеров ориентируем не просто на то, чтобы работать, но и на то, чтобы грамотно продвигать то, что они делают. И вот мы же понимаем сейчас, что вся работа перемещается в медийное пространство, в пространство соцсетей, и очень важно уметь в этом пространстве работать. Поэтому вот как-то вот так мы разворачиваем это все, и, мне кажется, пока удается. Новая образовательная программа, новые формы, именно новые методы. Каждый раз мы узнаем что-то новое. Я провожу тренинги также у себя в регионе, и для меня это новая методика, новые упражнения на команды образования, на сплочение. И для меня это огромный плюс, потому что я могу в таком интерактивном формате использовать это все уже у себя в регионе. Мы занимаемся общественной деятельностью, и у нас много мероприятий, где могут понадобиться те знания, которые мы здесь получили. И на самом деле это для нас очередной опыт. Мы уже заканчиваем эту школу, уже будут приниматься новые ребята, будут обучать уже их. Каждый раз меняется, получается, состав. Я надеюсь, что будет все-таки еще одна итоговая встреча, и мы также можем проводить в дальнейшем тоже работу под эгидой проекта «Вместе». Но вряд ли уже будем так приезжать именно на эту площадку, потому что нужны новые люди для развития, а мы уже свое уже получили. Для тех, у кого был опыт участия, это повторение и разбор ошибок, для начинающих же – теория и разбор практик. Я первый раз на данном форуме, и мне пока все нравится, так как и тренинги проходят очень быстро, сплоченно, весело, а мы не сильно устаем. Я не первый раз принимаю участие. Я уже третий раз принимаю в Республике Ингушетии, и в Ростове, где я обучаюсь, там я уже много раз принимала участие в тренингах. Мне очень все нравится. Данный «Генезис вместе» проект мне позволил найти себя, можно сказать, и реализовать себя в своей сфере, той, в которой я сейчас нахожусь. Такие семинары повышают уровень работы волонтеров, и они уже сами способны регенерировать и реализовывать идеи, определяя их актуальность в зависимости от запросов молодежной среды того или иного региона. Я уже давно являюсь волонтером «Генезисом». Именно этот тренинг дает новые ощущения по взаимодействию с волонтерами других республик. Мне это очень нравится. Эти тренеры внесли новую лепту в организацию межрегионального взаимодействия. Вообще наша цель сегодня, за чем мы собрались, это для того, чтобы организовать с ребятами других республик общий проект. То есть «Мирный Кавказ» посредством такого социального проектирования, объединяясь в команды, мы можем создать что-то такое, в чем будут задействованы все республики. У нас есть такая вещь на этом тренинге, «Парковка идей» называется. Мы вписываем свое имя, проект, который мы хотим создать совместный. И ребята пишут, кто хочет в этом участвовать. И сейчас уже набралась почти группа из Дагестана, из Кабардино-Балкарии, которые хотят поучаствовать. Например, у меня идея с проектом по профессиональному сгоранию врачей. Собрать врачей, проводить сами тренинги по сгоранию. Мы уже второй год работаем в данном проекте. Часто уезжаем на семинары и тренинги. И по возвращению в республики данный опыт мы передаем именно там, на местах. Проводим мероприятия, всякие тренинги, семинары по направлению, по направлению, в котором мы работаем. В этом году, если учитывать, что здесь уже, как бы скажем, полупрофессионалы, это как идет у нас повышение квалификации, то, конечно, тут уже уровень намного выше, чем вот в предыдущих. Потому что, как сказал Аслан, уже четвертый год идет проект, многие лица нам знакомы. И поэтому вот так вот потихонечку учимся, совершенствуем себя. Тренинг разработали и провели известные профессиональные тренеры – Парис Сафарахманд и Расул Найманов. Участники обсудили свои ожидания и потребности, лучше узнали друг друга и себя самих, определили личные цели на ближайшее и отдаленное будущее. Очень полезными стали упражнения, показавшие, что этих целей можно эффективно достичь, работая в команде, доверяя ближним. Руководство Карачаева-Черкесии уделяет пристальное внимание развитию регионального здравоохранения. Только за последние годы в республике с нуля построено около 50 фельдшерско-акушерских пунктов, реконструирован целый ряд больниц и поликлиник, возведены крупные современные медицинские центры. Тему продолжит корреспондент ГТРК Карачаева-Черкесия Альбина Охтова. Скоро к их числу можно будет отнести следующие объекты – детская многопрофильная больница и онкологический диспансер. К слову, объекты сейчас как раз готовятся к открытию. А накануне открытия онкоцентр посетил глава республики Рашид Тимрезов, чтобы лично проверить готовность медицинского центра к сдаче в эксплуатацию. Полагается, что учреждение здравоохранения откроет свои двери пациентам к концу лета. Ранее жителям Карачаева-Черкесии в некоторых случаях приходилось выезжать в лечебные учреждения других субъектов. Теперь пациенты, которым поставлен страшный диагноз – онкология, смогут получить высокотехнологическую помощь у себя на родине, сказал министр травоохранения республики Казим Шаманов. Президент Российской Федерации в своем майском послании особый упор сделал на борьбу с онкологическими заболеваниями. Сердечно-сосудистые заболевания, объявленные десятилетия детства. И в свете этих решений в Карачаево-Черкесии открывается новый онкоцентр. Это очень уникальное здание, это очень уникальная служба будет у нас в республике, потому что на сегодняшний день мы охватим большой спектр онкозаболеваний, которые раньше в республике мы не лечили и не диагностировали. А в плане лечения у нас открывается здесь новый блок лучевой терапии. Это у нас порядка около 200 пациентов, которые в этом нуждаются. Раньше мы их отправляли в ближайшее место Ставропа, Ростов и даме в другие федеральные центры. На сегодняшний день они эту услугу получат на высококлассном новом оборудовании. И мы пригласили специалистов, это очень востребованная на сегодняшний день специальность. Мы пригласили со Ставропольского онкоцентра заведующего отделением лучевой терапии. Она согласилась к нам переехать и на сегодняшний день уже активно занимается лучевой терапией, чтобы становлением этой службы. По гематологии у нас никогда не было, онкогематологии развита. Вот на сегодняшний день у нас будет отделение онкогематологии, которое очень востребован. Мы ищем специалистов, мы приглашаем их практически со всей страны. На сегодняшний день у нас уже есть список, уже многие согласились переехать и работать. И вы видите вот в этом прекрасном здании, которое на сегодняшний день 18 тысяч квадратных метров, почти в 8 раз больше, чем было старое здание. Просторные палаты, все палаты с санузлами, душевыми, маломестные они. Это максимум условий для наших жителей, наших пациентов. Конечно, хочется, чтобы их было меньше. Конечно, хочется, чтобы они не нуждались в этом. Открытие современного онкологического центра в Карачаево-Черкесии позволит расширить спектр оказываемой в регионе медпомощи онкобольным и повысить ее качество, сообщил министр здравоохранения. Еще одно здание строится для здравоохранения республики. Это будет поликлиника. Более 8 тысяч квадратных метров. В поликлинике также будет приниматься взрослое население, также будет и детское население. Оснащение поликлиники уже будет новым также оборудованием. Здесь поликлиника будет обслуживать всех горожан города Черкеска. И, скорее всего, мы и Прикубанский район, она тоже будет обслуживать. Мы хотим на базе этой поликлиники также сделать, так как рядом здесь онкологический диспансер, мы также здесь сделаем, будут брать пробы на онкологию, онкоскрининг будет на первичную выявляемость. Это все будет в одном центре. Это будет такой маленький медицинский городок. На сегодняшний день, вы как видите, у нас в республике только в этом году открываются три крупных медицинских объекта, плюс еще диагностический центр перинатального нашего центра открывается. И, конечно, это большая заслуга главы республики Рашид Борисовича, который уделяет, наверное, самое большое внимание. Я, как министр, считаю, что здравоохранению уделяет большое внимание. И всегда это находится на контроле у него. Главная задача, которая сейчас стоит перед медицинским сообществом, привлечь к работе в центре опытных специалистов из федеральных медицинских учреждений, нехватка которых особенно остро ощущается в республике, добавил Казим Шаманов. Здание поликлиники будет сдаваться в конце 2018 года. Сейчас идут отделочные работы, идет на сегодняшний день разбивка по кабинетам. Также мы сейчас предоставляем спецификацию по оборудованию, которое здесь будет новое оборудование приобретено. Все эти работы совместно мы с нашими строителями, мы это все решаем. У нас еще не было объекта, который у нас не получилось бы хорошо вовремя сдать. Я думаю, это также будет вовремя хорошо сдан объект. Напомним, что онкологический центр в Черкесске площадью около 18 тысяч квадратных метров построен в северной части города. Он состоит из поликлиники с диагностическим отделением на 230 посещений в смену и стационара на 100 коек, в состав которого входит хирургическое, химиотерапевтическое и гематологическое отделения. Медучреждение начнет полностью работать до конца 2018 года. Сейчас в нем проводится установка и откладка нового оборудования. Пошла гулять и не вернулась. Отлучился в магазин – пропал. Отпросился к другу – исчез. В последнее время в средствах массовой информации все чаще стали мелькать сообщения о пропаже детей. Зачастую эти случаи объединяет импульсивное решение уйти из дома. Но что толкает детей на столь отчаянный шаг? Мнение экспертов и истории беглецов собрала корреспондент ГТРК Ставрополье Юлия Содикова. Максиму всего 13, но за плечами побег из дома. Спустя два года после инцидента понимает – повода-то и не было. Одним весенним днем захотелось погулять с друзьями, но уроки были не сделаны. Мама Анна предложила сначала завершить дела, а потом отдыхать. Такой расклад школьнику не понравился. Но родители были непреклонны. Максим не придумал ничего лучше, как уйти из дома. Я гулял, вонялся на солнце. Гулял Максим недолго, начало смеркаться. Друзья разошлись, да и вспомнил, что не обедал, вернулся домой. Но для родителей каждая минута казалась вечностью. Когда ты думаешь о самом худшем в этот момент, и думаешь, Господи, лишь бы только Бог же. Я не буду больше уходить. В июле после ссоры с бабушкой 12-летний Анатолий отправился в опасное путешествие. Шел из Ставрополя в поселок Солнечнодольск. Путь был не близким 64 километра. Нашли беглеца через сутки. Еще один побег буквально на днях. Девятилетний мальчик после замечания мамы заявил, что уходит жить в детский дом. Родители попытались его успокоить, но тот все равно сбежал. На поиски отправились спасатели. Спустя несколько часов нашли. Такое поведение вина родителей, считает психолог Антон Грицай. В данном случае здесь необходимо говорить о том, что насколько в семье открыт диалог. Потому что избегание ребенком ситуации, это будет как один из вариантов манипуляции. Манипуляция о том, чтобы ребенка услышали. И получается, что у него как будто в его понимании нет другой возможности о чем-то сказать родителям. Еще стоит отметить, что любой ребенок – это рупор семьи. И современная школа явно не дорабатывает, читает психолог Лада Гриневич. Дети прекрасно знают свои права, но не обязанности. Даже элементарные слушаться родителей. Есть такие три шага, которые можно предпринять в профилактике ухода подростка из дома. Первый шаг – не делать из-за ребенка то, что он может сделать сам. Уважать личность ребенка. И изменить некоторые убеждения в семье, мысли относительно ребенка. Тогда ребенку будет легче развиваться и видеть в своих родителей, тех поддерживающих взрослых. Пик детских побегов приходится на лето, говорит волонтер Ставропольского поискового отряда «Лиза Алерт» Дарья Прыгунова. Как показывает практика, самые результативные поиски в первые часы после пропажи. По горячим следам. Поступает заявка. И тут два направления работают. Первое – это прозвон, то есть прозвон заявителя. И репост, то есть распространение ориентировки по социальной сети. Нам нужно получить информацию, наиболее полную информацию, чтобы понять, где искать человека, куда он мог пойти, даже что могло ребенка привлечь на улицу, чтобы нам понять, куда нам направиться и куда в первую очередь бросить все свои силы. За полгода волонтеры нашли 11 пропавших детей. Чаще всего они прятались у друзей на заброшенных дачах или теплотрассах. Как правило, дети убегают из дома в эмоциональном порыве, не понимая серьезности поступка. Избежать этого можно правила простые. Найти для любимого чада – интересное занятие. Не отмахиваться от его проблем, интересоваться жизнью и вместе проводить свободное время. Радиожурнал «Зори Кавказа». В Дагестане прошел второй международный командный турнир по шахматам «Каспий. Море дружбы», посвященный памяти видного общественного и политического деятеля Магомеда Гамзатова. С участниками турнира пообщалась корреспондент ГТРК «Дагестан» Камила Макаева. Соревнования собрали 18 команд из различных городов Северокавказского федерального округа и Южного федерального округа, а также из Азербайджана. Диплом и медаль. Кандидат-мастера. Эльдар Магомедов получил на церемонии торжественного закрытия соревнований. В составе первой команды Махачкалы выходец из Дахадаевского района на второй доске одержал пять побед и две завершил в ничью. В результате пришлось довольствоваться серебряной наградой. Я по своему туре играл с тем, который проиграл в прошлом году, и еще сыграл в ничью на Северном Камказе. И у меня с ним были, так сказать, старые счеты. Я у него выиграл. Еще я играл с бакинцем. В прошлом году я ему также проиграл, и в этом году мне удалось его выиграть. Одним из лучших в составе первой команды Махачкалы, но уже среди девочек, стала Исаида Магомедова, которой удалось занять третье призовое место. Только вот для попадания в тройку призеров, дружине из Махачкалы этого не хватило, отметил президент Федерации шахмат в Дагестане Джакай Джакаев. В этом году Махачкала призеры не попала. То есть, ну, изменения есть. Победитель новый, в этом году победитель новый. Второй призер тоже новый, Волгоградская область. Третий призер у нас тоже новый, Владикавказ, один команда. Единственное, кому удалось остаться в тройке призеров два года подряд и даже стать чемпионом в этом году, команде Баку. Команды, занявшие призовые места, были награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней, а также денежными призами от гимназии, поведал директор гуманитарной гимназии имени Магомеда Гамзатова Гаджик Аримулаев. Команд приехало достаточно много, то же количество, что и в прошлом году. Но некоторые из команд, в частности, победители прошлого года, по объективным причинам, календарный график шахматный, очень загруженный. Вот к нам выбраться не сумели, но обещали приехать в следующем году. В прошлом году мы выставляли свою команду. В этом году тоже собирались, но поскольку она была нечетная, ломать жеребьевку, у каждой команды должна быть пара, мы не стали. Главными призерами турнира стала команда из города Баку. Второе и третье место заняли дружины Волгоградской области и коллектив из Владикавказа. В зале археологии Национального музея Чеченской Республики открылась выставка артефактов, приуроченная к 200-летию Грозного. С экспозицией радиослушателей познакомит корреспондент ГТРК «Войнах» Асланбек Атуев. Мероприятие было совмещено с Днем археологии, который отмечается в августе каждого года. Символично, что ко дню 200-летия Грозного коллекции артефактов в нацмузее пополнилось целым набором доспехов в виде кольчуг, кинжалов, боевых топоров и предметов быта эпохи позднего Средневековья, утраченных в ходе военных кампаний в Чечне. О находках и их особенностях рассказывает старший научный сотрудник Центра археологического исследования Академии наук Чеченской Республики Рашид Мамаев. К юбилею города Грозного был сделан хороший подарок, а именно возвращение из муниципального музея станицы Курской Ставропольского края около 20 крайне важных и интересных археологических находок, пропавших из Чеченского национального, тогда Краеведческого музея, еще во время Первой или Второй войны. В республику было возвращено две позднесредневековых кольчуги, бронзовый топор кабанского типа, уникальный бронзовый топор с заморфанной бойком головой в виде головы волка, фибулы кабанской археологической культуры, крайне редкая подвеска от ожерелья с изображением гнезда птицы Ремензас. Бронзовый кинжал обнаружен в погребении около селения Зандак, относящийся к 10-7 векам до н.э., две чаши, одна из которых подсвечник, с арабскими текстами кольнинического значения, редкая находка обломка кинжалиного кольника и рукояти, относящаяся к тимуритской эпохе 15-16 века, а также не брошили другие археологические находки. Первые официальные археологические исследования на территории Чеченской Республики, в частности города Грозного, начались в 1887 году, когда представители первейших архивных учреждений Российской империи граф Александр Бобринский и графиня Прасковья Уварова приехали в Грозное, узнав об эпидемии раскопок, начавшейся в Чечне, и множестве находок, представляющих большой научный интерес. Среди артефактов, вернувшихся в родные стены, на большой интерес представляют две кольчуги, которые в свое время имели немалую ценность. Они передавались от одного воина, который оканчивал службу, к другому, решившим посвятить себя ратному делу. Такие кольчуги, конечно, стоили очень больших денег, и археологам попадаются крайне редко. Это было то средство, благодаря которому побеждали в бою, и иногда создавались и крушились целые империи. Это хороший подарок для нашего города, для нашего музея. И эту работу стройники музея Академии наук продолжат в дальнейшем и постепенно будут стараться не только находить новые артефакты, археологические находки, но и возвращать старые, утраченные и пропавшие с нашей территории. Я уверен, что нас ждет много интересных открытий. В Чечне, по мнению специалистов и экспертов, одна из самых малоизученных с научной точки зрения территорий Северного Кавказа. Археологические находки, которые возвращаются и которые предстоит еще найти, подтверждают слова первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова о том, что чеченский народ не только народ воинов, но и народ-труженик. Министерство культуры Чеченской Республики совместно с работниками музея ведут большую работу по возвращению музейных ценностей, утраченной в ходе военных кампаний Чеченской Республики. И хочется надеяться, что это не последняя архивная ценность, которая пополнит коллекцию артефактов о прошлой истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вольная птица Субтитры создавал DimaTorzok Люблю тебя, я люблю тебя, я очень Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира, всяческих успехов и благоденствия мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте, в эфире радио «Алания» и на волне Патроногор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. Прибрусье огромных... И сердце Чечни призывает назад. Добра и мира вам. Говори радио Ингушетия. Высокогорный юг Иранью. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых водопадов. Примите наш привет в эфире Ставрополье. Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе.